Здравствуйте, дорогие зрители канала Баланс ТВ! В студии Инга Гончарова и сегодня у нас в гостях актёр Стас Классен и художник Екатерина Абрамова. Здравствуйте, рады вас видеть в студии Баланс ТВ вновь. Взаимно. И сегодня я бы хотела поговорить с вами о том, как два творческих человека, как творчество актёра и творчество художника могут прекрасно выживаться в одной семье. Ведь, как известно, люди должны взаимодополнять друг друга в чём-то. В чём вы взаимодополняете друг друга и как ваше искусство, как ваше направление искусства не конфликтует друг с другом? Кто будет первый говорить? Мужчина, наверняка. Я тогда начну. Дело в том, что это оказывается очень, как сказать, плодотворный союз в этом смысле, потому что, допустим, актриса и актёр, там... Ревность, может быть, да? Возникает профессиональная ревность, которая выливается в персональную. Дело в том, что персональная, профессиональная, это очень близко лежит у любого художника. Вот, поэтому здесь ревности нет. Я не умею рисовать. Я один рисунок нарисовал в шестом классе. У меня на мастер-классе очень хороший рисунок рисовал. Вот она заставила. Я не умею. Я восхищаюсь тем людьми, которые умеют рисовать. Но по долгу службы, поскольку актёры, в принципе, мы, допустим, в театральном училище Мещукин, который я закончил, мы проходили изобразительное искусство, и я интересовался этим, потом ходил в музей, уже видел эти картины вживую в разных городах мира. Я очень ценю искусство. Дело в том, что оно мне даёт не только эмоциональную подпитку, оно мне каким-то образом даёт, реально иногда помогает найти персонажа, например. Я не знаю, как. Это оно так вот. Но оно помогает, и я просто обожаю искусство. И как обожатель, но ещё и как, в принципе, человек искусства, я могу чуть дальше пойти. Я иногда высказываюсь, когда мне позволяют на эту тему. Так же, как Катя, она, ну, допустим, я записываю какое-то прослушивание иногда, она говорит так, что ты здесь там, что ты, что это такое? Ну-ка быстро переделал. Точнее, точнее, ну-ка вот туда. Да, на удивление, очень точное замечание делает, например, там, какое-то прослушивание. Естественно, сам процесс, мы не лезем друг к другу. То есть роли вы не делите, но при этом взаимодополняете друг друга с точки зрения разных сторон искусства. Вот такой наш опыт, да. Екатерина. Я живу в волшебном мире, даже рассказывала о других передачах, и у меня такие всё время картинки и образы. Я создаю свой следующий завтра, день и сегодня в своих мирах. И когда я делала запрос там, ребятам, прям у меня был чёткий список, какой мужчина должен прийти в мою жизнь. То есть сели, взяли ручку, бумагу и сколько пунктов? Да, каждый день я живу, я понимаю, что я получаю опыт. Ну, в данном теле, в данное время. А этот опыт продолжается, да, сколько-то тысячелетий, десятков тысячелетий, не знаю. Но в данный момент, если я получаю опыт, значит, я должна делать вывод. Ну, то есть для меня это так. И каждый день я получала опыт до скольких-то лет. Три года назад мы познакомились. Я получала опыт. И очень такой грандиозный, мощный, пополный, без всяких там, не знаю, на завтра откладываний нет. Поэтому я сделала выводы, что мне нужно, чтобы дальше прогрессировать как личность, как художник, как женщина. А для того, чтобы прогрессировать как личность, художник и женщина, обязательно нужен мужчина? Я не говорю про всех. Для меня обязательно. То есть это все индивидуально? Абсолютно, конечно. Я бы миллион женщин видела, которым все дабалды дверцы. Семья и дети. Для меня нет, я обязательно. Мне нужно все это. Я люблю такой мир устраивать в себе. Я у Мольберта, а вселенная крутится вокруг меня. Так и происходит. Я живу у Мольберта, у меня дети, друзья, заказчики, интернет. Все вокруг меня вертится. И муж? Муж вертится, когда он хочет, конечно. А муж думает, что вы вокруг него вертитесь. Об этом мы у него спросим. Так, в общем, в этом пункте были. Первый пункт. В искусстве, но не художник. Знание искусства, образование высокого уровня, культурного уровня, знание многих европейских языков. И дальше личные вещи. Мы сейчас говорим профессионально, я вам сказала только пункты, которые были профессионально отмечены. А дальше идет уже. Все пункты были абсолютно выполнены там, когда я вас встретила. Я об этом не знал и до сих пор удивляюсь. Что так бывает? Ну, что пункты написаны, что я вдруг отвечаю этим пунктам. Да. Знание русского языка, что немаловажно, будучи русским человеком, у Стаса намного выше, чем у меня. Английский в совершенстве, французский и учат немецкий. По пунктам, по моему первому пункту. И все искусства в Лувре мы ходим по всем музеям, которые возможности у нас есть. Он мне больше рассказывает. Потому что все мы художники, мы очень, на самом деле, скориентированы, да? У Мольберта, у Красного. То есть процесс в своем каком-то. И нам просто нужно необходимо вытаскивать нас просто физически за волосы. Но вы, соответственно, ему показываете фильмы, да, какие-то кинематографы. Говорите, а вот этот режиссер снял вот такую картину. Нет, я просто знаю. И для меня искусство это так. Вот у него такая подложка с абраматурой. Он такой, какой же он там использовал? Он использовал, так, так, так. Как же это вот спирит, с чем же он там его добавлял? Ага, какие краски он использовал? Для меня это вот композиция. Как он влияет на меня? А он помнит, когда он родился, когда он женился. Сколько раз он выставлялся. То есть у нас абсолютно разные смотрения на какие-то одни и те же вещи. И это благодаря этому мир становится полным. Что для вас вообще искусство? Вы говорите, что вы по-разному смотрите на одни и те же вещи. Вот ваше искусство, ваш актерский талант, ваш кинематограф, ваша театральная деятельность. Что оно для вас? Я не могу не быть актером. Все предрешено? Не предрешено. У вас в жизни? Почему? Я пытался что-то там другое делать. Получалось? Нет. Я пытался от этого уйти. С шестого класса, когда я понял, что я очень хочу стать актером, я сначала поступил в университет на химические факультеты. Ну как все обычно, как положено, получили образование. Я уходить стал. А потом оно все равно туда меня привело, так или иначе. И я потом что-то начал уходить. Ой, так, а вдруг это сомнения художника и так далее. Ничего не получилось. То есть для меня нет другого пути. Если с кармической точки зрения рассуждать, то как бы вот это для того, чтобы я здесь сделал это. И кроме меня, как говорил мой первый учитель, художественный руководитель наш Юрий Михайлович Овшаров, вы уникальны. Мы все уникальны. И кроме нас вот это, то, что мы сделаем, никто не сделает. Вот для этого я сюда и послан займу. Как бы я не отнекивался от этого, не получилось ничего. Вот это раз. А во-вторых, что такое искусство, можно рассуждать очень много. С точки зрения вашего узкого пути. Вот как вы. Путь не бывает узким. Я имею в виду узкий профессионально. Узкий. Вообще актер это должен быть очень широко образованным человеком. Я знаю актеров таких. И без этого очень трудно быть актером какого-то уровня. Потому что не были гении и так далее. Но они тоже, допустим, без образования, они как-то впитывали это по-другому. Но даже те гении, они были очень образованными, если так вот докопаться. Поэтому все сферы. Пластика это изобразительное искусство. Музыка, архитектура. Это все. Не знаю, ораторское искусство. Все, что угодно. Это все вбирает актер, если он серьезно подходит к этому делу. А потом, что происходит в любом искусстве, происходит отбор. Вот мы вобрали в себя, а потом идет отбор. Этот элемент будет после этого. А этот после этого. И тогда рождается персонаж. То есть когда нас как-то учили, до сих пор идут споры, что такое персонаж. Это нужно вот так вот, характерность и так далее. Я не отошел от этого всего. Потому что на самом деле все забыли очень хорошую формулу гениального режиссера Российской империи, а потом и Украины. Леся Курбаса. Он сказал, что персонаж, когда человек становится другим, как бы, да, это... Перевоплощается. Но вот это неправильно. Нет? Это неверно. То есть вы сами себя играете? Или что происходит? В нас всех есть все. Весь спектр. От самых темных уголков. Откуда? В нас содержится все. Другое дело, мы не хотим себе признаться. Ой, там ты слишком темно. Как же? Нет, я же хороший. Кто говорит, что хороший или плохой? Говорит, что у нас есть все. То есть мы в соответствии с тем, какой персонаж и что играть, мы берем оттуда. Вот задача актера взять оттуда, но сначала нужно открыть крючком вот эти вот все уголки. Честно. Это трудно. Это непросто. Вот, так я хочу закончить просто. Вот мы берем, да, оттуда, и вот это выстраиваем в определенном ритме. Так вот Курбас сказал, существование актера на сцене в заданном воображении ритме. Это и есть персонаж. Откуда мы берем этот ритм из себя? Или слушай вселенную? Вот это почему музыка очень важна. Есть такое выражение Маяковского о том, что театр — это не отображающее зеркало, а увеличительное стекло. Вопрос. Что увеличиваем, и как при этом меняется зритель? Вот тот, кто наблюдает за вами. То же самое. Вот то, что мы выбираем, что такое мы выбираем? Вы знаете, в этом, в кино есть, называется клаусап, крупный план, вот такой. И там, если ты поведешь бровью, это уже будет очень много. А если снимаем оттуда, то маленький человечек, ну брови веди, не веди, никто не увидит. Так вот, когда мы выбираем, происходит отбор того, что нужно для этого или иного персонажа, это и есть уже увеличительное стекло. То же самое происходит у режиссера. Он высвечивает этого персонажа, а там другие уходят в тень. Получается увеличительное стекло. Вот о чем Майковский, я думаю, и писал. Может, о чем-то еще, не знаю, надо его спросить. Хорошо. Екатерина, вам я хочу задать такой вопрос. Есть такое выражение, стата Гёте, о том, что мы нуждаемся в художнике даже в минуту величайшего счастья и в минуту величайшей беды. Вопрос у меня такой. Как художник может вынести свою лепту и регулировать, если так можно сказать, наше состояние в момент счастья и в момент беды? Как вам это удается? Глобально или это исходит изнутри, из каждого художника? То есть, например, если художник во время войны пишет что-то, какую-то глобальную работу, что он хочет показать, в чем мы находимся в данный момент? Или он хочет вывести нас из этого состояния? То есть художник может вести. Вот я могу, я не знаю, мне надо про Гёте подумать, положить сюда и поразмыслить на эту тему. Но что я поразмыслила уже в своей жизни? То, что художник может вести, он ведет, хочет он этого или не хочет. Вообще, задавался он такой темой или не задавался вообще? И вообще хотел тихо, скромно посидеть в мастерской? Это его никто не будет спрашивать уже. Если он реально отдался профессии, и не только мастер, его рука хорошо владеет композицией и живописью, то он ведет. Он ведет огромное количество людей, независимо от того, осознает он это или нет. Ну, чтобы вести кого-то, мне кажется, надо быть самому кем-то. И мы знаем очень много художников, творчество которых имеет очень спорный характер, скажем так, да? Ну, да, про других художников как-то не принято говорить. Скажите про себя. Откуда вы берете внутренний свет для того, чтобы вести? Я сейчас стала более смелой выражать свои мысли. Пишу много, не только на холсте, а в словах. И как раз написала об этом, что такое творчество, написала большую статью. Пока просто на Фейсбуке у меня читают, и много людей как-то следит за этим, но просмотрела этот путь внутри себя и честно записала. И я считаю, что удалась работа у меня, если меня нет. Вы говорите про качества. Качества нужны до. Дисциплина, мастерство, качество человека, честность. Такие качества нужны обязательно, когда ты садишься или ходишь вокруг мольберта, или садишься у белого холста. Но после этого ты все оставляешь. Ты забываешь, кто ты, как тебя зовут, что ты здесь делаешь. Ты должен оставить все. Я написала триптих. Сначала написала статью об этом, полностью проживая каждое слово, писала несколько недель. Этапы. Получилось семь этапов. И потом написала триптих. Он еще нигде не выставлялся. Я считаю, что это самая сильная вещь, которую я сделала в своей жизни до сегодняшний день. Я писала именно о том, что когда меня нет, когда я становлюсь пустым каналом, и говорю, все, делай со мной, что хочешь. Вот это моя личная, интимная беседа с тобой. Ты решил, что я здесь буду писать? У меня есть кисти, у меня есть краски, палитра. Вот мой холст стоит. Я отдаюсь тебе полностью. Меня нет. Страшно. Но если это получается, то получается, что отмехал стих. Потом тебя возвращают в тело. И ты на это смотришь. И самое интересное, я тоже это описываю, что когда я ее пишу, картину любую, даже которую я смогла отдаться и которую я не смогла отдаться, которую я пишет Катя Абрамова со всем ее эго, опытом жизни, желаниями и всем остальным. Картина со мной общается. Она мне говорит, так, вставай, пиши меня, я в тебе нуждаюсь, ты меня еще не дописала, она мне не дает жить, она мне не дает пойти своими делами заняться, она меня мучает. Я ее, ну такой инструмент, обслуживающий персонал, который, она мне говорит, так, я есть хочу, я пить хочу, в конце концов, встала быстро. но когда я ее закончила, на следующий день, там, я устала, я ушла, пришла, я захожу в студию, я смотрю на нее, она такая, ты кто? Ты вообще что здесь делаешь? и вот когда это происходит, я считаю, что хорошо, я, наверное, что-то все-таки смогла провести и что-то удалось запечатлеть на холсте. А не бывает вам обидно, когда вы вот, когда ваше детище вас не узнает? Оно узнает, потому что его надо возить, оно еще меня использует. А вот это использование вам каково? Отлично. А я же пришла сюда, пожалуйста, бери. Пришла у меня, я пыталась очень многие другие вещи делать в жизни. У меня просто под страхом смертной казни запрещено заниматься никакими другими бизнесами, активитесь никакими вообще. Пыталась много раз, достаточно умные, чтобы построить какие-то бизнесы и делать какие-то вещи другие, которые приносят стабильный доход, и можно кормить трех детей, и вообще можно безбедно жить прекрасно. Достаточно умные, но просто вот как только энергия идет больше 50% в другое место, все. Я на скорой в больницу отправляюсь. Третий раз это было так плохо, что я пообещала, это было 6 лет назад, я пообещала, что я не дотронусь ни до одного бизнеса, который возьмет меня больше, чем живопись. Это может быть какие-то вещи, мне предлагают сниматься в кино, какие-то у нас в Индии, есть интересные вещи, но это все равно связано. Это все равно с искусством, да. И это не будет больше 50% этого не будет. А в какой момент вы поняли, что это ваше жизненное предназначение и возможности уйти куда-то там в сторону просто вам, не знаю, что вселенная, жизнь, Господь вам не предоставляет. И запрещает. И запрещает. Ну, вообще очень рано. 11 лет мне было. Я рассказывала в прошлой передаче, у меня погиб отец, когда мне было 11 лет, он был художником. Он как раз художник по дереву был, и он делал вот такие вещи, то, что мы привезли из Бали, из кости, так как он делал из дерева. Да, что это за произведение искусства? Да, мой отец сделал тоже несклеенные, брал древесину, выдалбливал из нее внутренности и создавал или шары, или что-то вот так же тонко, только из дерева. Кость более плотная, с ней легче работать. Это мы привезли из Бали, кусочек искусства. Это сито, вот это рама. Вот рама, видите, почему-то поскромнее. Хотя у павлинов наоборот. Сито и рама вот так. Сито такая красавица, такой скромный рама. Что я не могу сказать? Бали — это вообще отдельная история. Я 7 лет мечтала туда попасть, а мне никак все не удавалось или материально, или физически, или временно. То есть по времени не было возможности. Но тут я просто в какой-то момент тоже это все, естественно, когда тебе по голове уже сильно дадут. Ты такой, все, понял. Это очередная кувалда. Я поняла, что жить надо сейчас, и нужно выполнять обязательно свои мечты. И если это действительно идет в унисон с Богом, и тебя уже тут это толкает, а твой ум говорит, что нет, это дорого, это сложно, это еще миллион. Ну, он столько причин придумывает. Вообще гениален в этом. Ничего гениальнее, чем ум нет, чтобы вывести тебя туда, куда не надо, и запутать. Ну, и в этот раз я не повелась. Екатерина, ну вот ваше вдохновение поехать на Бали для того, чтобы творить свои произведения искусства, оно мне, в общем-то, вполне понятно. Природа, Райский остров, океан, все это вдохновляет. Стас, у меня вопрос к вам. Какие роли и для кого вы играете на острове? На острове я не играл, и... И я тоже туда не ездила для пляжи. Да, он слишком маленький для этого. Дело в том, что в 30-х годах знаменитые балийских танцоров привезли в Европу. И Антонил Арту написал, он построил целый эссе и целую теорию так называемого театра жестокости на основе вот этого. То есть тогда театр был в тупике, в Станиславской системе работала, но она привела к... Шекспира на ней не сыграешь. И Шекспира Станиславского трупа Станиславского как бы провалило три раза там. Гениальный режиссер Гордон Крэг приезжал, ничего не получилось. Вот. Очень хорошо они работают для современного такого нормального все, а вот хотелось что-то большее. И тогда привезли, сбывали вот этих танцоров, которые показали миру вот этот вот вот как хватать зрителя буквально за шкирку. Это была бомба и так далее. Мне необходимо было увидеть это своими глазами. Я увидел, во-первых, мы ходили на два танца, один качак, который, собственно говоря, идет от, не знаю, сотни тысячелетий до нашей эры, от того вот первозданности, и они до сих пор идут. Это много мужчин, там, наверное, 70 труппи разными тонами поддерживают, переговариваются и там какой-то сюжет они придумывают, но в основном эта масса вот этих мужчин, как бы это целый ритуал, все танцы вышли из ритуалов, они молились за то, чтобы все было хорошо на земле, на Бали, чтобы все были здоровы. Но как это все делалось? Это вот эта первозданная мощь, потрясающая. И второй, так называемый, баронг-данс, который, такой монстр-баронг, который становится хорошим и так далее, и тому подобное. Вот. И там была обезьяна. Вот выходит актер, обезьяна, без всяких, без ничего. И начинает смотреть. Ну, в костюме, подождем. В костюме обезьяна, да? Ну, как обезьяна идет. Дело в том, что была игра между Михаилом Чеховым и Ахтанговым, называлась «Ученая обезьяна». Кто-то был обезьяна и делал себя как обезьяна. Потом наоборот, и наш театр, который давно был в Москве, он и назывался «Ученый обезьяна». То есть, вышел себе точно как обезьяна и в костюме, и вел себя так. Но дело в том, что вот он общался напрямую со зрителем, без всяких слов. И это было настолько интересно. Нельзя было оторвать глаз. Что это дает зрителю? Он выбирает кого-то одного, начинает общаться. Но при этом все остальные смотрят на эту игру, ну, глаз не оторвать. Я не знаю, как это все. Ну, почему? Вот когда мне рассказывают какое-то произведение... Это импровизация, на самом деле. Чего бы то ни было. Ты эмоционально задействована. Ты переживаешь, ты видишь в этом, в этой истории себя, свою жизнь, своих родных, друзей, родственников. А когда ты видишь живую обезьяну, которая говорить ты не умеешь, что она дает человеку? Как она меняет его жизнь? Объясните, пожалуйста. Дело в том, что театр вырос из игры. Не надо забывать. И без игры театр не может существовать. Мы можем вспомнить маму, папу и всех наших родственников и поплакать и так далее, и тому подобное. Но в конце так называемый каторзий должен произойти, очищение и играть. А если мы только маму вспоминаем или папу, которых уже нет, или там, слава богу, если не есть, допустим, прабабушку и прадедушку, мы выходим ни с чем, мы в опустошенной выходим. Дело в том, то, что наполняет нас, этот обмен энергиями между тем, что происходит на сцене и нами и зрительным залом, когда этот обмен энергиями есть, контакт, я не знаю, как Тенниси Уильямс, гениальный драматург американский, называл это divine arrest, то есть божественная остановка, когда мы забываем все, нет, ничего не существует, мы существуем как один организм. Так вот, это и есть за тем, люди идут в театр, а не за тем, чтобы вспомнить наших прадедушек и попереживать, это тоже любим переживать, но самое главное за тем, люди идут в театр и почему я пошел в театр на другой сцене, это за вот этой божественной остановкой. А кто останавливает вот в этот момент, очень можно понять. Остановись, мгновение, ты прекрасно написал Гёте, вот это мгновение. Актер или зритель? Или оба равны? Оба. Оба. То есть это взаимодействие? Происходит. Вы знаете, Станиславский сказал, он называл это моментом, если у вас есть один момент в спектакле, вы счастливчик, а если у вас два, вы гений. Это говорил Станиславский. Так о чем он говорил? Вот об этом, когда зал и все присутствующие становятся одним организмом, про что Чехов говорил, когда Дорн приехал из-за границы, говорит, расскажите о Генуе, да, Генуе, что у вас там понравилось? Говорит, карнавал. А что? Ну, ты идешь в карнавал и действительно ощущаешь себя частью этой единой мировой души, о которой говорил Треплет. Вот эта единая мировая душа, вот эта божественная остановка, когда мы все становимся одним. Клеточки, да, если рассматривать зрителей как клеточки в предыдущем разговоре, мы становимся одной клеткой. Да? То есть это имеет смысл. Этим мы познаем мир больше, чем всякими там формулами. Честное слово. А где гарантия того, что испытав катарсис, вот это внутреннее переживание, ваш зритель, выйдя из зала сможет пронести вот это состояние длиной в жизнь. Что одна пьеса, неважно, фильм, постановка, оперетта, изменит человека навсегда. Что это не будет каким-то пятиминутным состоянием, да, одухотворенности. Отчего это зависит? Если это было по-настоящему, то это изменит жизнь. Хочет того, зритель или не хочет? По-настоящему вы сыграли или я это смог увидеть? Контакт. Контакт. Вот это божественная остановка. Вот этот момент, о котором говорит Станиславский, когда мы становимся одним организмом. Это меняет жизнь. Это доказано тысячелетиями истории театра. Это зачем греки приводили в театр рабов? Для того, чтобы они этим катарсисом очищались и их души становились благороднее бесплатно. Так что если греки не знали что делали, довольно просвещенные люди. Поэтому гарантия того, что если это происходит, то человек выйдет измененным, проверено тысячелетиями существования театра. А дальше произойдет ли это, стремиться к этому нужно в любом спектакле, в любом этом деле. я пошел на сцену и мне повезло, у меня были моменты, когда это или что-то похожее на это происходило. Я знаю, я очень везучий человек. Я знаю актеров, очень хороших актеров, у которых такого не совсем происходило. вылайки. А театр живет этим. Без этого театра не нужен. Кино ради бога. В театр ходят за этим моментом, который сегодня будет. А завтра вы другой. Другая остановка. Все течет, изменяется. Екатерина, у вас есть трое детей. Скажите, пожалуйста, ваши дети кем мечтают быть, когда станут взрослыми? Я такая странная мама. Вы даже не спросили, кем ты хочешь быть, актером или художеством? Я просто не воспитываю их. Они просто живут. Мой сын, ему 21 год, зимой мы прилетали из Нерка на три недели, он сделал выставку совместную нашу, а он стал живописцем. Пишет очень интересные работы, я никогда его не учила. Все-таки пошел по стопам. Он просто пробует все, он невероятно талантлив. Кирилл его зовут, Абрамов он единственный у нас Абрамов в семье. А вот он сначала пошел в актера, он закончил актерскую школу, даже выступал здесь в молодежном театре, в Бремен они ездили, он все время в главных ролях, всегда во всех театрах играли, в Германии много выступлений у него было. Но потом все это прошло, он кинул диплом, сказал все, хватит. И у него там спорт, потом он из спорта еще куда-то, а сейчас у него живопись. Получается у него очень интересные работы, очень творческие, очень сильные. Я подсказываю что-то, если он спрашивает, а вообще у меня, как может быть, меня кто-то осудит, или мне все равно на самом деле. Дети пришли, потому что я должна была им помочь прийти. Я живу, так как я живу, они мои ближайшие друзья. Даете свободу выбора? Ой, абсолютно, я могу при них плакать, я могу быть абсолютно растоптанной чем-то внутренне, они меня будут утешать, они станут выше меня и больше меня, я стану маленькая, мы меняемся ролями, они бывают чаще всего старше меня, я вообще не понимаю вот этого воспитывать надо детей, простите, я не умею воспитывать детей, вот у меня их 21 год, 11 будет и 9, они абсолютно самостоятельные люди. Девушка маленькая заявила, что Стас это вообще ее папа, что она берет ее фамилию Классен и она актриса, просто заявила все четко и все. И вообще кто будет спорить, да. Хорошо, когда человек знает четко чего он хочет. Средний пока думает, зоологом пока. Хорошо, что в предметах искусства между вами и вашими детьми нет таких споров, вы даете не только себе, а мне кажется, что самое главное давать себе творческую свободу и реализацию, тогда дети просто будут смотреть на вас и следовать тому примеру, который вы несете. К сожалению, время нашей передачи немножко ограничено, но в завершении только начали. Я так понимаю, что с вами можно разговаривать бесконечно и очень много тем хочется с вами обсудить, потому что люди вы глубокие и я думаю, что очень много аспектов жизни, не только искусства можете осветить. Но тем не менее, хочу нашу беседу закончить вот таким небольшим блиц-опросом. Итак, Екатерина, что делает вас счастливой? Искусство, любовь. Отлично. Станислав, если бы вы не стали актером, то кем бы вы были? Актер. Екатерина, если бы человеку довелось за всю жизнь увидеть всего лишь одну картину, какую бы картину вы ему рекомендовали увидеть? Я бы порекомендовала просто посмотреть Гой и всего. Стас, представь сегодня перед Богом какую роль вы для него сыграете? Перед Богом? Я не играю. Перед Богом вы будете настоящим. А я и на сцене не играю. Дело в том, что я хочу отметить еще одну штуку. Одна моя очень хорошая американская актриса, подруга, ее спросили, вы же актеры, вы же все притворяетесь. Она говорит, нет, все же неправда на сцене. Она говорит, нет, вы не понимаете. Задача актера это найти правду в себе. И только тогда можно выходить на сцену. Это был Стас Классен и Екатерина Абрамова. Спасибо вам за такую вдохновляющую беседу. Спасибо. Спасибо большое. Хотелось бы больше. Дорогие зрители канала Баланс ТВ. Я хочу напомнить, что эту и другие понравившиеся вам передачи вы можете увидеть у нас на сайте балансдефис.тв.ру. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова